Константин Кучаев, защитник футбольного клуба ЦСКА и уже национальной сборной России. Это первое интервью в режиме нашей национальной команды. Первое впечатление? Вопрос стандартный. Впечатлений на самом деле никаких толком нет. Мы только вчера ночью приехали на базу и сегодня провели первую тренировку восстановительного характера, поэтому в принципе пока впечатлений каких-то особых я не испытываю, например. Трое молодых ребят из ЦСКА сейчас в национальной команде, шесть вообще из молодежной сборной. Связано ли это с успешной игрой ЦСКА и нашей молодежной команды, что думаешь? Сложно сказать, с чем это связано. Просто, наверное, так получилось, что в один момент сразу так произошло, что вызвали несколько игроков из ЦСКА, но правды ради можно сказать, что до этого вызывался всего лишь один, поэтому, не знаю, так получилось. Я думаю, просто и все. Наверняка видел, когда тренировался с молодежной сборной, как занимается национальная команда. Уже какие-то, может быть, мысли были в голове? Вот чувствовал, что это уровень высокий или вот что? О чем думал в те моменты? На самом деле чувствуется, что здесь другой уровень и подготовки, и тренерского штаба, и вообще в обстановке в целом видно, что по-другому относятся, что это, видно, что это главная команда, и поэтому, в принципе, со стороны было понятно, кто молодежная, кто главная. Так получилось, что еще перед чемпионатом мира, ну, молва, что ли, слухи отправляли тебя в расширенный список для подготовки, но вот травма не позволила, ну, собственно говоря, тебе туда попасть. Не знаю, так это или нет. Ты слышал что-то об этом? Ну, мне говорили там за пару туров до конца, ну, Российской Мерлиги, что вот я там могу попасть в расширенный список, ну, и конкретного что-то там прям официального не было, ничего. Как вообще восстановление шло после этой травмы? Ну, достаточно тяжело и морально, и физически, поэтому никому не пожелаю такого, наверное. Как считаешь, Костя, способствует ли уверенно играться ИСКА сейчас в Российской премьер-лиге, ну, вашим вызовом в сборную не только твоим, а еще и ребятам из клуба? Ну, я думаю, не только в игре ЦСКА, и то, что мы там вышли на первое место, я думаю, просто из-за того, что мы старались, там, отдавали все силы в игре, я думаю, это больше способствовало, наверное, этому. Ну, справедливости рай, тоже можно сказать, что некоторые границы травмированы, некоторые там по каким-то причинам не поехали, поэтому, может быть, и это тоже сопутствовало. Ты говорил в одном из интервью недавних, что первое место не давит на команду, скорее окрыляет, придает сил. А каково это играть в команде лидера? Вот есть ощущение, что ты выступаешь за клуб, который лидирует, что он на первом месте? На самом деле у меня такого ощущения нет, не знаю, как у ребят. Просто выходим на каждую игру, как и раньше, просто хотим выиграть матчи и все, нет никакого чувства, что мы лидеры, мы там первое место занимаем в таблице и еще больше половины чемпионата играть, поэтому сейчас никто даже об этом не думает. А как тренерский штаб молодежки напутствовал, какие-то слова говорил, успели пообщаться после того, как получили вызов в национальную сборную? Ну, меня просто тренер Михаил Михайлович поздравил с вызовом, ну, напутствующих слов каких-то, в принципе, не было. Там понятно, что он просто пожелал удачи и сказал там удачи и будь увереннее. И заключительный вопрос. Наверняка смотрел в сентябре и октябре матчи национальной сборной в Лиге нации, контрольную игру со Швецией. Что для себя отметил в первую очередь, может быть, в чем особенность этой команды? Ну, в первую очередь, вообще отличается уровень игры основных сборных в целом и уровень молодежных. Это видно там невооруженным глазом, поэтому даже не только к нашей сборной относятся, а ко всем сборным. То, что уровень другой, скорости другие, нужно быстрее принимать решения и играть намного сложнее.